Дорогие братья и сестры, приветствую вас! Мы читаем Слово Божие. Первое послание фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха. Первое фессалоникийцам, 4, 13. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скольбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то им и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до прошествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвращении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвых во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. Слова, которые говорят о восхищении Церкви. Мы с вами сейчас живем в последнее время. Время, когда мы видим, что сбываются признаки того, что уже скоро-скоро совершится это событие. Евангелие проповедуется действительно до краев земли. Израиль собирается в свою страну. Исаия говорит, что Бог соберет туда всех до одного евреев. Говорит, не оставлю среди других народов ни одного из них. И это сбывается. Они туда идут, идут. Они готовятся строить третий храм, готовят для этого материалы все, готовят священные вещи для служения, готовят евреев, мальчиков из колена Левина, чтобы служить Богу в третьем храме. Это все делается. Мир готовится, наоборот, готовится к пришествию Антихриста. Готовятся все системы для управления. Он, когда придет, он должен забрать в свои руки всю власть, и политическую, и религиозную, и экономическую, и финансовую. И мы видим, что сбывается это. Мир ищет нового порядка. И придет Антихрист и сделает. Но все это идет подготовка к последним событиям. И мы с вами прочитали восхищение церкви. Первое событие, самое первое, которое будет предшествовать всем этим страшным событиям, которые будут на земле под властью Антихриста, это будет восхищение церкви. И это радость для нас, потому что Бог говорит, «Я избавлю вас от годины искусения, грядущую на всю вселенную». Бог избавит нас от этого. И вот церковь, она восхищается к небу. Как здесь написано, «Потом и оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем». Церковь, она больше никогда не разлучится с Иисусом Христом. Церковь должна встретиться с Христом, и первое, Христос судит свою церковь. Церковь предстает на судилище Христово. Второе послание к Арифинам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал живо в теле – доброе или худое». церковь предстает пред Иисуса Христа. И Христос для своих детей каждого смотрит и каждому дает по делам его. Он дает награды своим детям, своим братьям и сестрам по тем делам веры, которые они делали здесь, на земле, живя в теле. Иоанн в Откровении говорит, что «блаженны мертвые, умирающие в Господе, и дела их идут вслед за ними». Вот эти вот дела веры, которые мы совершали, живя здесь на земле, именно их будет смотреть Христос, и за них будет давать награды. И вы знаете, Библия говорит о том, мы даже знаем, какую награду и за что мы можем получить. Это очень интересно. И в Новом Завете говорится о пяти венцах, которые будет получать церковь, которые будут получать члены церкви, соответственно тому, какой труд и как они совершали, живя здесь на земле. Первый венец – это венец нетленный. Первое послание к Риффинам, 9 глава, 24 стиха. Павел говорит так. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Венец нетленный». И он говорит, я порабощаю тело свое. То есть, наше тело, но оно всегда требует покоя. Оно хочет спокойной, тихой жизни, чтобы не было переживаний, не было волнений. А он говорит, я его порабощаю и усмиряю. Для того, чтобы совершать труд, необходимо усердие. Ну, нельзя христианину жить спокойно в этом мире, особенно в наше последнее время. И вот те, кто усердно трудятся, кто не просто прихожане, кто не просто воскресные христиане, а те, которые прилагают усилия в церкви, которые созидают церковь Божию, те получат венец нетленный. Статистика говорит о том, что таких усердных христиан в церкви, ну, процентов 10. Они получат венец нетленный. Давайте мы будем усердными христиане, чтобы могли предстать пред Иисуса Христа и с радостью смотреть Ему в глаза, и с радостью получать от Него награды. Следующий венец, о котором говорит Слово Божие, это венец правды. Мы о нем читаем во втором послании к Тимофею, 4 глава, 7 стиха. 2 Тимофею, 4, 7, 8. Павел говорит так. Подвигов добрый я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день Онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Венец правды. И здесь Павел прямо говорит о том, кто получит этот венец правды. Говорит, те, которые возлюбили явление Иисуса Христа. Те, которые были влюблены в пришествие Христа, которые ждали Его, чаяли. Согласитесь, что, ну, не все верующие хотят умирать и идти в небо. Многие боятся. А как? А что? Христос говорит, Павел здесь говорит, что Христос даст этот венец правды тем, которые жаждали, которые хотели встречи с Иисусом Христом. Те получат вот этот венец правды. Дальше. Следующий венец – это венец жизни. О нем мы читаем в послании Иакова, 1 глава, 12 стих. Блажен человек, который переносит искушения, потому что, быв испытом, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Венец жизни получает те, которые переносят искушения, которые переносят испытания, которые несут гонения в этой жизни. Петр в своем послании говорит, чтобы мы не боялись этих искушений. Это нормальное точно должно быть в жизни христианина. Первое послание Петра, 4 глава, 12 по 14 стих. 1 Петра, 4, 12. Возлюбленного, возлюбленные, огненного искушения и для испытания вам посылаеванного не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но, как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь. До явления славы его возрадуйтесь и восторжествуйте. Если засловят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. Мы с вами живем в такой стране, где в нас жизнь спокойнее. Здесь не преследуют, не гонят нас. Но, говорит, приключение странного, от этого огненного искушения, это не что-то особенное в нашей жизни. Мы всегда должны быть готовы к этому, готовы к тому, что нам придется потерпеть за нашу веру, за наше исповедание, за нашего Иисуса Христа. И если вы, говорит, участвуете в христовых страданиях, то вы блаженны, радуйтесь этому, потому что получите венец жизни. Три венца. Четвертый венец – это венец похвалы. Первое послание фессалоникийцам, вторая глава, девятый стих. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение 1-го фессалоникийца 2-9. Ага. прочитаем другое место об этом же. послание филиппийцам, 4-я глава, 1-й стих. филиппийцам, филиппийцам, 4-1. Итак, братья мои возлюбленные и возделенные, радость и венец мой, стойте так, Господи, возлюбленные. это венец радости и венец похвалы. Этот венец получают те люди, те верующие, которые проповедовали Евангелие. Вот здесь он говорит о той радости, которую получает он от того, что он видит души, которые спасенные, которые покаялись от его проповеди. и эти проповедники, те, которые сегодня благовествуют, те, которые сегодня миссионеры, говорят людям, не знающим Христа, говорят о спасении и имеют радость видеть спасенные души. Эти люди, они получат венец похвалы от Иисуса Христа в явлении его на судилище Христовом. И последнее, пятый венец, это венец славы. Первое послание Петра, пятая глава, первые четыре стиха. Пастырей ваших умоляю, я, сопастер и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться, пастите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, неспринужденно, но охотно ибо угодно, не для глусной корости, но из усердия. И не господствую над наследием Божьим, но предавая, но подавая пример стаду. И когда явится посредоначальник, вы получите неводающий венец славы. это особый венец для служителей наших, для тех, которые пекутся нас, которые беспокоятся, которые пасут церковь Христову, Божье стадо, хорошо трудившиеся, усердно трудившиеся, богу годным пастырям, Бог даст вот этот венец славы. Это те награды, которые получит церковь, когда предстанет на судилище Христово. Естественно, возникает вопрос, а что же дальше с этими венцами? Интересная особенность. Эти венцы церковь, она полагает под ножью престола Иисуса Христа. Мы с вами читаем книгу Откровения, 4 глава с 9 стиха. И когда животное воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. Церковь пред престолом Иисуса Христа. Четыре животных – это образ церкви в полноте истории. 24 старца – это образ церкви в полноте в количестве. за все 20 веков сколько было членов церкви, которых Господь восхитит, все они предстанут на судилище Христова, и мы с вами в том числе. И он говорит, что эти верующие, они полагают венцы свои к престолу Господа Иисуса Христа. Это радость для нас. Дай Бог, чтобы вот все мы сидящие здесь, чтобы прошли через все это, чтобы стоя перед Христом получили награды за свою богоугодную жизнь, за свой труд для Господа, и чтобы потом, стоя перед этим престолом, поклонились Христу, и этими венцами опять отдали Христу, и возрадовались, и прославили Его. Благослови нас Бог, чтобы так оно и было. Аминь. Помолимся. Боже Небесный, слава Тебе, чести поклонения, Ты Бог, создавший всю Вселенную, Ты Бог, который держит нас в своих руках, даешь нам жизнь и дыхание и все необходимое. Слава Тебе, Боже! Мы благодарны Тебе сречно за церковь Твою, за искупление душ наших, за прощение грехов, и за жизнь вечную, дарованную нам. Слава Тебе, Боже! Мы благодарны Тебе сречно за светлую надежду восхищения церкви, когда мы увидим Тебя во славе Твоей со всеми искупленными, со всеми святыми, которые предстанут пред Тобой, Господи, за это радостное ожидание, слава Тебе, честь Тебе, поклонение. Бласови нас, Господи, живя на этой земле, жить достойно жизнью, жить во славу Тебе, пролагая все сердце свое, все старание свое, чтобы служить Тебе достойно, чтобы дела веры нашей, они действительно шли вслед за нами там в небо, и там в небо. Этими венцами мы бы прославили Тебя, Господи, бласови ради Христа, бласови церковь Твою, бласови в верность Тебе, бласови в служении Тебе, поклоняемся Тебе и славим Тебя, наш Бог и наш Спаситель. Аминь. В теле душа, как бумага в конверте, жизнь нас несет, как письмо. Неумолимые ножницы смерти скоро разрежут его. Жизнь пройдет, как дуновенье, одной свечой пустеет вдруг земля. И чтобы одной звездой богаче стала небо, вера чудотворная нужна. И чтобы одной звездой богаче стала небо, вера чудотворная нужна. В день 1100 отправляется писем, в вечность идет адресат. от содержания жизни зависит, будущность, рай или ад. дуновенье. И чтобы одной свечой пустеет, богаче стала небо, вера чудотворная нужна. И чтобы одной звездой богаче стала небо, вера чудотворная нужна. Выйнет Господь из конверта, из тела душу и в этом письме. Он прочитает все, что ты сделал здесь, для него на земле. Жизнь пройдет, как дуновенье, одной свечой пустеет вдруг земля. И чтобы одной звездой богаче стала небо, вера чудотворная нужна. И чтобы одной звездой богаче стала небо, богаче стала небо, вера чудотворная нужна. Ну, как я уже сказал, что у нас сегодня наш гость уже почти что свой человек, хотя он и редко приезжает. Но вот я сейчас спросил Владимара, сколько лет мы уже знакомы. Он говорит, уже 11 лет. Вот 11 лет он к нам приезжает приблизительно в одно и то же время. Вальдемар, пожалуйста, мы рады, что ты с нами сегодня. По-моему, ты уже чуть больше посидел, чем, нет? Потолстел. А, потолстел. Ну, это бывает. Благословение тебе, брат. Благодарю. Матфея 21. Матфея 21, 28. И как вам кажется, у одного человека было два сына. И он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца, ему говорят, первый. Ну, и мы так на вопрос ответили, первый. У одного человека было два сына. У меня тоже два сына. Пять дочерей, двое сыновей. И часто у нас бывают такие, ну, дискуссии, разговоры. Тут человек, значит, раз посылает своих сыновей или просит их пойти в винограднике поработать, значит, у него что-то было. Значит, человек не простой какой-нибудь, но... Значит, у него что-то было. Виноградник был, значит, он в детстве, в юношестве, во взрослом состоянии, не лежал где-то на диване, не отдыхал, а работал. Виноградник это уже, ну, бизнес. Я вам потом еще о другом бизнесе расскажу в конце. Это был уже его бизнес. И он теперь просит своих сыновей. Первому, он говорит, иди. Он говорит, нет, не пойду. Второй говорит, да, пойду, государь. И не пошел. Но первый исполнил волю отца. Сегодня, конечно, вы знаете, у меня темы всегда другие. Я люблю больше рассказывать об отце, об его величии, какого мы имеем. Он не только один виноградник имеет. Наш отец небесный имеет намного, намного больше. Мы сюда ехали, брат Петр говорит, мы дети, царские дети. То есть, мы не кто-нибудь, а мы царские дети. И у нашего отца небесного не только один виноградник. А у него то, что у нас вообще ценно, у людей, что ценится, то у него является ничем. Ну, чем мы ценим? Вы думаете, сколько у нашего небесного отца долларов? Они ему не нужны. Ни франки, ни марки, ни евро, ни какие песеты, или как их только не называют. Сколько у него золота? Сколько у него недвижимости? Сколько у него банков? Она не нужна. Мы сейчас были в одной квартире, в одной сестры с братом. И посмотрели, когда-то сильно надо было. Дороговизна. И мы с женой были. Две недели назад у нас в одной. Мы забирали богатых людей. Все отдавали. Дети, ничего не надо. Жили, копили. Все из меди. Красиво сделано. Таких домов редко видишь. Рано умерли. Никому ничего не надо. Нашему небесному отцу это все не надо. Она и нам не надо. Мы только по-другому думаем. А этот наш небесный отец имеет очень много. Он создал видимое и невидимое. Мы много уже говорили о видимом. Просто только понять величие нашего отца, вдуматься в его творение, мы приходим в его изумление, что он все сотворил. Правда, мы звезды тоже не видим. Мы их видим, как точечки, но так мы их, в принципе, и не видим. А то невидимое, которым человек сейчас создал, микроскоп, телескоп, телескоп туда смотреть, микроскоп смотреть в глубину, это невидимое. И он так дивно все создал, а на ней сейчас считать, не продумать, ничего. Люди взяли только, хотели посчитать, сколько атомов в одном кубическом сантиметре воздуха. Сколько вы думаете там атомов? В одном кубическом, даже не твердого, в одном кубическом сантиметре воздуха. Бог создал невидимое, эти атомы тоже. В одном кубическом сантиметре воздуха столько атомов. Если мы каждый атом превратили бы в один кирпич, нормальный жженый кирпич, которым строители строят нормальные дома, то этими кирпичами мы могли бы покрыть всю поверхность нашей земли на высоту 140 метров. Это в одном кубическом сантиметре атомов. Но если эта математика труднодостижена, то другая. Миллиметровую бумагу мы все знаем со школы, да? Миллиметровую бумагу 10 километров шириной от нас до Луны. И в каждый миллиметр атом. В одном кубическом сантиметре атом. И все. И у нас предохранители горят, и мы начинаем буксовать, да? Без зимней резины даже. А если мы в величии нашего Бога, как все слаженно работает, мы много об этом рассуждали, сегодня не будем, то мы видим, какой у нас богатый отец. Ему это золото не надо, ни это доллара ему не надо, ни недвижимости, ни банки. Ничего ему не надо. Его богатство и выше, чем эти аптеки, которых мы зависим после 60, кто пораньше, кто попозже. Это все ему не надо. Он настолько богат, что ему не надо. И этот отец говорит теперь, сын мой, иди виноградник, не пойду, мне некогда. Иона 1, 2, 3. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяне его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис. Он первый глагол выполнил, встал. Ну, для чего он встал? Чтобы бежать в Фарсис. И деньги нашел на корабль. От лица Господня. Вот это наша человеческая натура. Нет. Вот у меня внучка маленькая, полтора годика. Ничего ему ее не учили. Ей скажи, скажи, мама. У-у. Скажи, папа. У-у. Они ее не учили. А это она знает. И это ей полтора годика. Еще разговаривать не умеет. Это в нас, внутри. Я тут тоже встань, иди и работай в моем винограднике. Это сегодня очень большая проблема. Я сейчас не хотел об винограднике, столько о наших сыновьях поговорить. Были вчера у вас здесь в соседней вашей стране, немцы, менониты все, на собрании. И я там был самый молодой. У меня послезавтра 54 будет. Я там самый молодой был. В собрании полностью людей. И жертвует. Сегодня утром был у них же, у них там, вы, наверное, это слово знаете, английское, глинерс. Вам что-то говорит? То есть собирающие. Руфь собирала колосья после этих серпов. Вроде она является глинером, или это действие глинерс, да? Глинерс такой. Они вот все свозят. Магазины, что они продали. Баура, фермеры, свозят все, картошку, горох, все-все-все. И Бог им дает в свое время тоннами. Сегодня было около 70 человек, пенсионеров, которые работали. Приходит мой дядя, говорит, я три раза в неделю хожу туда. Другой говорит, я один раз в неделю. Сегодня был один, сдалека приехал, один раз в неделю он едет, помогает там. Это все они чистят, режут, сушат. И потом это в мешки упаковывает. И один такая, одна такая пятиглограммовая, один пятиглограммовый пакетик. Он, не знаю, насколько, он разбухает потом. Это готовый суп. Мясо, соль и все. Готовый, прекрасный суп. Все самые лучшие продукты там внутри. Работают там. Ну, все там. Говорит, самый наш старший, он всегда вот здесь за этим столом сидит. 95 лет. И, говорит, вот тут, ну, смотрю. Ну, я сегодня посмотрел тоже. Ну, я самый молодой там опять был сегодня. Фартук на меня надели, ножик дали. Работал сам. Отец хотел, чтобы сыновья его тоже работали. Виноградники. Он все это построил, сделал. А проблема в сыновьях. Мы сами-то трудимся. И многие из нас, кто миссионером, в вашей церкви, я церковь не так знаю, кто в Индии, кто в России. Обычно в ваших книжках раньше у меня были такие календари, было написано, два миссионера в России, два там, три там. Это слава Богу. А вот дети наши, сын, иди, работай в моем винограднике. Не пойду. Ну, раскаившись, после сына пошел. А другой говорит, да, государь, и не пошел. Сегодня жатва большая, нива такая огромная. Итак, молите, господина жатвы, чтобы выслал делателя. Я думаю, это сегодня огромная проблема нашим детям, это привить. Псалом 77,4. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа. Мы должны нашим детям рассказать о величии, о славе нашего Господа, о нашем Отце Небесном, этом виноградаре, который нас посылает работать. И силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Когда мы в последний раз разговаривали с нашими детьми, я себя ловлю, что очень мало. Ну, обычно они говорят, папа, это уже я знаю. Но ты же мне задал вопрос. У меня сын, когда был еще чуть поменьше, он говорил, я ему когда говорил, что наш Бог так любит, он нас благословляет, у нас все есть. Я действительно богатый человек. У меня все есть. Я на полставки работаю у шефа, у меня все есть. Машины, кофеварки, даже не могу вам все перечислить. Ну, что у вас? Примерно так. Только у нас все на 220 вольт. А у вас на 115. Разница. Богатый человек, все есть. И когда я сыну старался говорить, вот мы богатые, нас Бог благословляет. А мой дед никогда не был богатым. Ну, у моего деда было всегда что отдать. Всегда. Мы ехали, посещали, он меня забирал. Я был старший внук у него. И он меня забирал. И он всегда вдове какой-нибудь или муж-пьянец еще. Он всегда десяточку даст на мешок сахара или еще что-нибудь в семье. Он всегда что-то давал. И я себе таким принципом... И моя мама такая этой же болезнью болела. То есть она давала больше, чем имела. Я говорю, мама, если вы помогаете, пожалуйста, вы помогайте. А меня не запрягайте в вашу гуманитарку. Она всегда в Киргизию отослать что-то, напакует там. Я говорю, мама, дайте лучше 50 евро. Больше будет позже, чем ваши баулы все. Но старался ей помочь. Мама тоже этой болезнью болела. И мне не избежать этой болезни. Диагноз тоже. Я радуюсь. И сыновьян говорю, мы живем... Живем от даяния. Чем больше даешь, тем больше Бог дает. Я свидетель этому. У меня зарплата маленькая. Благословляет Бог. Все есть. Я очень богат. И сын мой говорит, папа, ты всегда говоришь, что мы живем, и Бог нас благословляет. Я тебе говорю, я от тебя слышу, что Бог нас любит и благословляет. А мама говорит, когда я у нее что-то спрашиваю, что то нужно купить, то купить, она говорит, у нас на счету нет денег. Как это сопоставить? Ты говоришь, мы богаты, а мама говорит, денег нет. Я говорю, сынок, вот в этом как раз и есть благословение Божие. Это я тебе и хочу передать. Я думаю, он тогда понял это. Он очень много сейчас помогает у нас в миссии. Я думал, это понял. Я ему говорю, смотри, как раз это и есть благословение. Если на счету у нас было много долларов, евро и всякое такое, то мы на Бога бы не надеялись. Мы бы на это надеялись, чтобы было. Из-за этого мы бы тебя покупали, все. А у нас ничего нету в этом благословении на счету, а в доме все есть. Ты заметил? Я говорю, ты когда-нибудь апельсин захотел или бананы? Его не было на кухне. Было. Шоколад хочешь? Нет, есть. Все есть. Я говорю, в моем бытности такого не было. У тебя все есть. Вот так раз есть благословение. Ничего на счету нету, а в кухне все есть. Братья и сестры, правильно? Удалось вот так вот сыну. И это вот наша задача сегодня. Хорошо, что мы 85 лет, 95 лет сегодня еще картошку чистим, сушим, заботимся о Африке, Индии. Слава Богу. Очень хороший труд. И вчера было 82 человека. Они каждый день, с года в год, они уже, сколько они сказали, 15-16 лет работают, да, глинирсы эти там. Специально один занялся. И каждый день им контейнерами возят и контейнерами увозят. Хорошие супы, яблоки, овощи, все. Вот они кисель, компот можно из него варить. И такие голодные страны можно очень хорошо кормить. Мне мой дядька сегодня сказал, мы с тобой поработали столько-то часов, и мы накормили, говорит, мы ничего не отдали, ни одного доллара не отдали, и мы накормили 60 человек где-то в какой-то стране, да, этими супами. Слава Богу. Это очень хорошо. Но, а где твой сын? Он сегодня на каком-то бизнесе, еще что-то. И здесь сказано, сыну одному сказал, иди, и второму сказал, иди. А здесь мы читали, в Салме не скроем, а детей их, возвещая роду градующим, славу Господа, силу Его, чудеса Его, которые Он сотворил. Это мы должны им говорить, говорить, говорить. Если не говорят, что мама так сказала, нужно их убедить. Говорит, пир готов, те и те не пришли, а он говорит, иди и убеди. Это наша задача. И я думаю, это сегодня очень острая проблема наших детей в церкви. Они везде есть, где только их нет. Нет, только не там, а тем более на труде. Идти в винограднике делать. Наш Бог настолько велик, виноградник настолько большой, труда столько много. Я думаю, и у вас тоже. Мы потихоньку вышли из этого. Мы, немцы, вышли там из-за того, что многие у нас были, половина русские, половина немцы, что немецкие не знали. Мы можем теперь в Германии свободно облаговестовать. Вы теперь английские тоже, мне кажется. Может быть, у пожилых еще немножко проблемы, а у молодых нет больше. Мы нужно их убедить. У вас тут столько много работы. 350 миллионов, да, у вас? 350 миллионов населения. Канада рядом, 33 миллиона. Не надо даже ни в Россию, ни в Украину ехать нигде. Здесь столько возможностей, столько работы. Иди в винограднике, работай сам и убеди своего сына, возьми его с собой. Возьми его с собой. Мы в этом году имели такую возможность. Бог нас так обильно благословил. Пастор один, пресвитер мы называем у нас. Он был с одной церкви на севере, там, около Ануфора. 30 подростков ехало. 65 человек мы ехали в автобусе большом. И наш бусик еще ехал с прицепом, с рождественскими подарками. И 65 человек, оркестр огромный. Я переживал. Подростков 30 штук. Трудно. Ну, Бог нас благословил. Такое благословение было. То есть, пресвитер мне, говорит, вначале я согласился, говорю, да, можно ехать. Мы все организуем. Ночлег там, кормежку, к цыганам едем. А потом, говорю, а когда он сказал подростки, мне аж, ну, немножко неприятно. Он говорит, мы должны своих детей забирать. И эти виноградники, которыми мы работаем, мы должны их учить. Правильно? Ну, немножко пошкодничали они там. Бывало, ну, в автобусе, да, им долго. Ну, чуть-чуть. Зато они, когда серьезно дело увидели, когда здесь сидело 65 нас, человек, а здесь сидело 130 человек в интернате, в детском доме. Дети без родителей, неверующие. Когда этот оркестр заиграл, выскакивали эти, как их зовут, воспитатели, да, эти люди, которые с ними, воспитатели со слезами плакали. Такого они не видели. Родители, которые пришли вот перед новогодними каникулами забрать своих, это был последний ихний вечер, покаяния были. Очень большое благословение, потому что взяли своих детей. Когда фараон выпускал, что народ израильский сказал? Ну, идите вы, поклонитесь, да? Ну, идите вы. Нет, мы что? С детьми. Я хотел сегодня это сильно подчеркнуть. Не по теме это, может быть, не совсем по тому, что мы будем разговаривать, а это очень-очень важно. Убедите своих детей, заберите их, пока можно, за руку сюда ведите. Потом, когда подростками будут, убедите. Скажите, да, на счету нету, но Бог нас любит, у нас все есть. Смотри, у тебя и в холодильнике все есть, у тебя и вранца есть, и ручка есть, и в школу ходишь, и русская школа у вас. Я не нарадуюсь вашим русским школам, что у вас здесь есть, не знаю, и поддерживайте это еще, да? По-моему, да. Мы немцы не дошли до того, так далеко мы не ушли. И это очень хорошее дело. Заберите их сюда, введите их сюда, любым путем. И пусть нас всех, нас тоже, меня тоже, Бог в этом благословит. Какая радость, когда сын принимает крещение. Моя жена очень много, больше, чем я, постилась, а сын не нашим. И потом и венец такой, как мы сегодня слышали, награда. Сын принимает крещение. Для нас большая радость была. Да, и сейчас в этой теме мы дальше не будем. Бог нас, если мы пойдем в этот виноградник, не лишит благословения. Наша корзина не будет пустая, она будет полная. Об этом свидетельствует любой, кто трудится, может об этом свидетельствовать. Не обязательно нам самые лучшие техники, не обязательно лучше самое за то благословение. Сейчас были все, которые были, сказали, шофер автобусный сказал, он сильно устал, мы туда ехали. У нас 24-го вечера мы уже сидели с семьей после, как она по-вашему называется, рождественский вечер, да? Вот мы сидели уже с семьей за столом, кушали все, зятя были, все, и радовались. И тут звонит один шофер с автобуса, говорит, заболел, не могу, так, грипп меня свалил. А завтра ехать, 25-го на Рождество мы обычно едем. Меня бросило. Ну, потом Бог благословил. Этот другой шофер, говорит, он так устал, у нас всего три шофера было, автобусник, пожилой уже. Ну, если поедете к цыганам, будите меня, я обязательно туда. Я из этого только приехал, чтобы один раз послушать, как они поют. И он зарядился, да? Он в украинской церкви не был с нами, а когда к цыганам поехали, он такой был. То есть это дает благословение. Любой труд, наши корзины пустые не останутся. Бог нас благословит. Исполна благословит. И всегда благословлял. Аминь, да? Я тоже согласен с этим. Мы можем только быть, знаете, тем, что мы какую-то причину выдумываем. Да знаешь, ну, я сам все только что с массажа приехал. Ну, можем сказать, да у меня спина, у меня сердце, у меня нога, да у меня еще что-нибудь. Да у нас всех и спина, и нога, и сердце, и все. Я думаю, тут бессердечных нет, нет? Все с сердцем ходят, да. Это являются вот эти отговорочки. Они являются, как вы знаете, горловинкой у бутылки. Если бутыль такой, раньше был, мы там солили на зиму, или что-то, соки заливали, 40-литровая бутыль стеклянная, а сверху горловина. Это вот благословение, если Бог сыпет, он же не как с ведра, океан, благословение. А горловина всего такая. Вроде и внутри помещается, у нас нам много надо благословений. А горловина маленькая. Эти отговорки, я бы сказал, это как горловина, что не помещается туда. Пока туда лучше трехлитровую банку. Ух, и она полная, да, она сразу была. И горловина большая. И если мы это будем делать, трудиться для Господа, идти в виноградник, с нашими детьми у нас благословение будет прекрасным. Хотелось это нам немножко напомнить немцам, русским, здесь находящимся, чтобы это было... У цыган это легче, там все. Там и дети, и все. Правда, у нас живее, чем у нас немцев. У нас все тихо, 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 там живо. Проповедник, если наедем, я говорю, ты не смотри на слух. Они все поймут тебя, только проповедуй. Но там громко. И мой благодарный брат один раз проповедовал, приехал, говорит, я там не могу проповедовать, там никто не слушает. Я говорю, они больше слышат, чем ты думаешь. Они все слушают. Берите детей своих и с ними. Пусть нас с нами будет Бог и благословит нас в этом. Продолжение следует...